С названием сегодняшнего вебинара, ну и некие наши рекомендации по организации процесса загрузки и сбора данных по оборудованию для системы ASUTAIR. Зачем мы это делаем, такие вебинары, они позволяют как-то объяснить большому количеству людей, чем мы вообще занимаемся, поставить какие-то ключевые вопросы, попытаться дать ответы на них в режиме таких кратких встреч. А вообще, конечно, у нас очень большая программа именно очных семинаров, и по сути сегодня на таких вебинарах мы рассказываем, как мы обычно это делаем в режиме живого общения. Ну, во-первых, актуальность, что-то как раз у ASUTAIR, я думаю, многие уже знают или уже внедряют в систему, либо планируют внедрение, это некий класс систем для автоматизации процессов, планирования ремонтов. Достаточно давно интерес к автоматизации вообще есть, и в частности, основной интерес всегда был экономической службы, финансистов, учет затрат. Но сейчас наблюдаются тенденции, это все-таки наличие некого интереса применения именно на уровне инженерных вопросов, то есть не только затраты, а именно реальные процессы планирования физического на уровне оборудования. То есть с этой точки зрения у нас некая тенденция развития самих систем TAIR и применения, она наблюдается уже последние 2-3 года. Соответственно, в этой связи для того, чтобы решать инженерные задачи, необходимо правильно описать сам объект управления и его иерархию расположения в производственном процессе, каким-то образом нормализовать сам процесс введения специалистик паспортных и дополнительных атрибутов. Ну и третий, как бы такой вот момент, и любые ошибки на вот этом этапе первичного сбора данных, они часто сводят на нет, вообще говоря, эффект от внедрения любого системы, дорогой или дешевой, и проекты, собственно говоря, как сейчас говорят, не взлетают из-за плохого качества исходной информации. Еще важный момент, чтобы вы понимали там, сам процесс введения данных, как мы говорим, на МСИ, то есть нормативной справочной информации в АСУ TAIR, не совпадает с процессом управления TAIR, то есть введение информации по оборудованию в справочниках – это не процесс планирования ремонтов непосредственно, да. Это именно некий предварительный этап, который позволяет механикам в дальнейшем некой системе действительно использовать эти данные для планирования. То есть этот процесс ведется специалистами по информации, а не механиками. Это вот такой важный момент, который, собственно, лежит в основе удачи либо неудачи процесса сбора данных. Ну, опять-таки, часто вопросы до начала работы – это что делать со старыми данными, кто должен отвечать за сбор данных, айтишники либо механики, мы про это мы поговорили уже. Куда забивать данные? На самом деле есть большая проблема – это сама форма, в которой нужно забивать данные, либо какая-то система специальная. Опять-таки, всегда вопрос возникает, как привести данные разных подразделений к общему виду. То есть вопрос, когда много людей описывают однотипное оборудование, он такой достаточно тривиальный. Ну, вот, там сегодня кратко поговорим, обычно мы детально говорим – это до какого уровня описывать оборудование. Если дать волю людям, то, соответственно, можно спуститься до болтов, до гаев, но это не всегда нужно. Ну, и часто такие вопросы – это когда пользователи им разрешаются самим забивать данные сразу в систему, и, соответственно, получаете те вопросы, которые мы вначале обозначили как актуальность. Такие существующие информации, которые есть, в чем проблема, она ведется в разных приложениях, в разных файлах, собирается разными службами в своих каких-то форматах. Эта информация не унифицирована, то есть ее нельзя взять и загрузить какую-то там нормализованную систему ASU-TAR. Но при этом, что самое важное, в ней действительно содержится много актуальных данных, которые пользователи не готовы терять. Опять-таки, в ней много информации для каждодневного применения, то есть это некие записки, будем так говорить, специалистов, но она не применима для анализа в масштабе холдинга, завода, предприятия, поскольку она действительно не нормализована. Она помогает людям только в тот момент, когда они этим занимаются. Ну, опять-таки, здесь такой некий пример результатов таких вот проектов, когда людям дается возможность создать базы самостоятельно. Мы называем уровни паразиты, это как раз вот тот пример, пример, когда люди для своих каких-то целей создают в автоматизационной системе какие-то библиотеки, папочки, разделы, то есть именно как проводники Windows, то есть какие-то области, в которых они хранят информацию. Но это самая частая ошибка, когда система ASU-TAR превращается как бы в такой файлообменник, то есть когда лежат в папочках какие-то данные по оборудованию именно структурированному по какому-то вот определенному классу, то есть это называем некий уровень паразит, когда есть папка, которая сама по себе ничего не значит. Ну и в чем идея развития таких проектов, это создание все-таки информации, то есть иерархии оборудования в соответствии с производственным процессом и объекты, которые в этой базе хранятся, они просто классифицируются с разных точек зрения, таким образом получается удобство для пользователя при поиске информации по оборудованию. Ну вот там дальше будут, собственно, примеры, а здесь пример как бы, ну с нашей точки зрения правильно построение иерархии оборудования и объектов для дальнейшей реализации планирования по какой-то установке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова